Максим Цветков на Олимпиаде в Пекине стал одним из самых обсуждаемых биатлонистов. В двух первых индивидуальных гонках он останавливался буквально в одном шаге от пьедестала, занимая четвертые места. И все-таки свою первую в карьере олимпийскую медаль Максим в Пекине смог добыть, успешно выступив в эстафете в составе российской команды, ставшей бронзовым призером. Но больше удовлетворения, чем олимпийская медаль, урожен Цубаева принес путь к ней. Он два года был вне сборной России, а начинал олимпийский сезон только с девятого места в Кубке страны. Трудиться ради одной медали, просто чтобы ее получить, и что? Что дальше, да? А когда ты проходишь путь, понимая, что ты делал на этом пути, да, насколько он был тяжелым, и, безусловно, наверное, второе, что ты смог доказать, что вся проделанная работа, которую ты смог сделать, она была не зря сделана, да, то есть ты понимал, что ты делаешь. Безусловно, наверное, второе в плане эмоций и всего удовлетворения кого-то больше приносит, чем сама вот медаль олимпийских игр. На встречу с таким титулованным спортсменом собрались воспитанники спортивных школ. В вопросах множество, ответы содержательные и обстоятельные. Такое общение заменит не одну тренировку. Это, безусловно, мотивирует малышей, детей. Есть живой пример, к чему стремиться. Как бы земляк добился такого успеха. То, что есть все равно выход в большой спорт. Конечно, детям на пользу идут такие встречи. Максим Цветков много ездит по стране. Почти в каждом городе такая встреча. Общению всегда рад. Тем более, польза взаимная. Очень хочется тот опыт, который я приобрел для себя в моей спортивной Корее, чтобы он не пропадал бесценно, да, то есть хочется его передавать, и чтобы он приносил какую-то пользу. В первую очередь для этого эти встречи нужны. В принципе, несложно отвечать на вопросы, потому что к этому все равно привыкаешь. Потому что куда бы мы ни приезжали, в какой бы город, в нашей стране везде любят биатлон. И поэтому везде проводят такие встречи, и привыкаешь к этому. Юные череповецкие биатлонисты воодушевлены общением с титулованным спортсменом. Влюблены в спорт, но стоит ли ждать в обозримом будущем появления у нас новых мастеров мирового уровня в этой дисциплине? Нам нужно для этого все равно как-то приложить какие-то усилия. Нужно стрельбище, чтобы работать более профессионально, подходить. У нас его пока нет. Надеемся и ждем, что будет. Максим Цветков считает, что свои главные цели в спорте наконец достиг, но карьера на этом не заканчивается. Он по-прежнему в биатлоне. Скоро старт подготовки к новому сезону. Владимир Сентябрев, Сергей Павлов. Новости.